Я вам сегодня объясню, что такое несколько замечательных слов К примеру, что такое КТ Компьютерная томография Эта штука у нас появилась в 1992 или 2003 году Тогда мне первое КТ, которое сделали, показало, что у меня небольшое искривление И тогда мне сказал доктор, что будут у меня проблемки определенные В возрасте 40-50 лет В этом же возрасте, не так давно, кстати, это произошло Благодаря компьютерной томографии мне пришлось сделать кое-что В головке разобрались со мной Потому что МРТ тогда пройти не удалось Магниторезонансную терапию Объясню, почему Потому что не получилось так Вызывали ко мне скорую Пять раз она ко мне приезжала Возила вообще непонятно куда И вот в шестой раз только супруга организовала И правильная скорая привезла меня В то самое место, где мне сделали операцию по удалению головной опухоли Потом уже после этого мне сделали магнитно-резонансную терапию МРТ После этого я получил, так скажем, радиологическое облучение Ну, где-где Естественно, в Челябинске Потому что в Магнитогорске пройти все это дело мне не пришлось Ай, боже мой, что же я сделал-то Ну да ладно Вот А сейчас вы видите, где я нахожусь Нахожусь я, естественно, в Турции Вот Потратил я на это дело немало денег Для того, чтобы понять Что есть смысл в турецкой медицине Которая, извините Выше медицины города Магнитогорска Не на один год Не на пять лет А в 30 раз То есть то время, когда мы лечили Онкологию уже давным-давно прошло И вот мне пришлось приехать сюда Взять на две недели машину на прокат Вот И съездил в тот центр Вот Который Показал мне Как необходимо проходить И правильно проходить лечение Вот там я прошел МРТ То есть современное МРТ То есть мне вкололи Жидкость радиоактивную Вот оно показало мне Что в принципе все Более-менее неплохо А после этого мне пришлось сделать ПЭД-сканирование Вот И это они делают В каждом случае Когда непосредственно лезут туда Где в общем-то не надо Нет необходимости находиться Было бы человеку Если бы Если бы Ну не пришлось такое сделать А вот теперь у вас возникает вопрос Что же вам-то делать Если у вас Такие сложности возникли Нет Есть возможность Конечно В Магнитогорск Точнее в Челябинск Приехать Потому что только в Челябинск Либо это Значит Москва Но опять же Других-то центров-то Особых-то и нету Где вас конкретно полечат Либо приехать в Турцию Что такое приезд в Турцию Ну в моем лице То есть мне пришлось Взять свою супругу Своего сына Вот они тут естественно Божьей помощью Молились за меня И слава богу Что у них Много чего получилось А мне В течение двух недель Ездить на вот этом Замечательном автомобильчике Я вам скажу Что Это было Очень неплохо Хотя и приходилось Конечно Ну дергаться Потому что Представляете Да Если бы еще и онкология То была бы большая Большая труба А так В большинстве случаев Я сюда пришел Да приходится Конечно Врачей ждать Ну это нормальное явление Кстати для всех тех Кто имеет Такое небольшое отношение К онкологическим заболеваниям У них Немножко все по-другому Понимаете Человек у которого онкология Он живет по-другому Он понимает Сколько Необходимо Он вообще много чего понимает Он понимает Что такое жизнь И что такое Когда жизни нету Вот И в результате Он живет достаточно долго И здесь люди Конечно же Тоже живут Прекрасно Относятся И к себе И к людям К другим То есть Ну как-то все вообще По-другому Когда понимаешь Что уровень Медицины Это Ну в 30 раз выше Чем это в России Ну и естественно Сказали тут много чего Спасибо Нашему Центру Леониду Сагу Который сделал операцию Сказали спасибо Тем людям Которые мне сделали Радиологическое облучение В Челябинске Сказали что в принципе Живи Что и собираюсь делать Вместе с вами А если у вас возникли проблемы Да Кто бы вас встретил здесь Ну что же Возможно Скоро Кое-кто Вам в этом поможет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok